Приветствую вас! Я думаю, что не совсем корректно здесь с вами, аноним, отображена ситуация, потому что, с одной стороны, да, мужчина, который не хочет платить за себя, не хочет пополнять семейный бюджет, который, по сути, как вы говорите, он взвалился на ваши плечи, да, и, по большому счету, на вас, как бы, идёт по жизни. Но, с другой стороны, вам нужно понять и то, что вы выбрали этого человека, самым, что вы выбрали, и что вы, по каким-то причинам, да, соглашались изначально на то, что он не пополняет семейный бюджет, если вы, ну, если вы считаете, что он это должен сделать. То есть, вы эту ситуацию довели до претензий, до скандалов и за ссор. Ну, кстати, скандалы и ваши, вот, претензии, да, по поводу бюджета, это же, как, общее и частное, то есть, вы говорите, что одна из моих претензий, то есть, вот это, есть ещё какие-то претензии, суть по всему. И, вот, очень важно понять, что претензии сейчас звучат у вас в обвинительном таком ключе, да, в обвинительном, в обвинительном фоне, вот, но, в общем-то, вы таким подходом ничего не добьётесь, потому что человек этому диспатевирует только за счастье. Вот. А вам важно не только взывать к ответственности вашего партнёра, но и осознавать свою ответственность, что в момент, когда человек начал поступать подобным образом, так как вам не нравилось, вы либо терпели, либо недостаточно корректно на это реагировали, что в итоге привело к претензиям. На самом деле, это касается не только претензий по поводу смены, но и бюджет, это касается претензий по поводу всего. Потому что претензии, обвинения, требования, в том числе и скандалы, в которых вы живёте, и которые вам надоели, это всё, в общем-то, уже такая, что, вроде, последняя стадия, когда человек уже находится на грани. И, на мой взгляд, не только ответственность мужа здесь есть, вашего, неважно, бывшего, нет, но и ваша тоже ответственность. Потому что мужчина по какой-то причине считает, что с вами так можно. Мужчина по какой-то причине думает, что он прав. Мужчина по какой-то причине уверен в том, что вы должны принять его такую позицию, а он уверен в этом только благодаря вам. Мне кажется, не совсем справедливый факт, что вы перекладываете на мужчину только всю ответственность за то, что происходит. Кроме того, если вы говорите, что вы тащите на себе взрослого мужчину, если вы говорите, что вам надоело это дело, значит, вы его тащили, значит, вы его взвалили на себя, а значит, вы выступили по отношению к мужчине своего рода мамой, своего рода родителем. Если вы родитель, то мужчина ребенок. И вот вы нашли друг друга. Ну, по крайней мере, мужчина вас нашел точно. И это вопрос к вам. Вопрос к вам, почему вы позволяли мужчине вести себя так, как вам, к примеру, не нравилось, вам, к примеру, было неприятно и всякое такое. Дальше. Обратите внимание на свой вопрос. Вы спрашиваете о том, есть ли шанс, что мужчина признает мои претензии справедливыми. Понимаете, какая штука? Опять же, это не совсем корректный вопрос, потому что что значит признает мои претензии справедливыми. Дело в том, что если мужчина поступает определенным образом, если это взрослый человек, то он поступает в соответствии с тем, как он у него сформировался. Характер, установки, его принципы, его привычки, его ценности и прочее. Признать справедливость в ваших претензиях означает признать, что нужно меняться. Меняться тяжело. И даже если человек захочет меняться, все равно, волей-неволей, он будет скатываться, без определенной поддержки, без психотерапии, он будет скатываться в то же самое поведение. Потому что некоторые вещи, поведенческие в том числе, человекам не остановятся, не остановятся совершенно. И мне кажется, что, ставя вопрос так, вы просто требуете от человека как-то перемену. Вы говорите, вот ты должен измениться, ты должен таким быть, ты должен вот делся так, ты должен вот быть таким. На этом всего лишь означает, что человек таким, какой он есть, вы не принимаете. И это не позволяет нам говорить о том, что у вас есть любовь. Если у вас нет любви, то можно говорить об отношениях по расчету. Но если мы говорим об отношениях по расчету, то вы должны быть полезны друг другу. И судя по тому, что мужчина не хочет плодить, вы ему недостаточно полезны. Если вы хотите, чтобы мужчина пополнял бюджет с точки зрения отношений по расчету, вам нужно показать, что вы можете ему дать то, что ему нужно. Если за это он должен платить, пока вы не показали, ничего не будет. Что касается духовности, если вы хотите духовность, то здесь необходимо полное принятие от жил человека, таким, как он есть. И нет требования от него такого рода перемен. Вот. Что это значит? Что это значит? Что это значит? Что вы можете говорить о том, что вам хочется и что вам нужно. Выполнение семейного бюджета, мягко говоря, не то, что касается вас. Потому что это все-таки больше такой, знаете, ну, своего рода императив. Что ты должен пополнять семейный бюджет. Ну, типа, может, я и должен, но, допустим, я не хочу. Но если говорить конкретно о вас, да, вот конкретно вы, что вы хотите, что вам нужно, то это, в смысле, другая сфора. И, возможно, имеет смысл говорить об этом. Опять же, не в форме претензий, не в форме обвинений, а в форме бесконфликтного общения. Ну, например, используя технику ясообщения, которую вы можете почитать на интернете. Либо обратиться к специалисту, который вас обучит. Потому что, еще раз повторяю, что обвинение вызывает только желание защищаться и ничего больше. К сожалению. Вот. Примерно, примерно вот такая история, примерно такой момент, так я вижу вашу ситуацию. Вот. Давайте, наверное, мы сейчас перечитаем ваши вопросы. Значит, с мужем сейчас на грани развода. Ну, здесь не совсем, опять же, скорреким. Потому что вы можете говорить только за себя, а вы не можете говорить про своего мужа. Одна из моих претензий и его нежелание пополнять семейный бюджет. Ну, понимаете, это какая-то, это вот выглядит просто как некая условность. Здесь нет ничего связанного с вами. Да? То есть, вот. Допустим, если вы, не знаю, сказали мужу, что, допустим, я хочу внимания, я хочу, не знаю, заботы. Я хочу, там, знаков внимания, да, подарков хочу, хочу. Хочу чувствовать стабильность, да, хочу чувствовать уверенность, хочу чувствовать, не знаю, поддержку, защищенность, допустим. Да? Вот вы могли так сказать, что вот я не чувствую себя защищенным, например. Вот. И мужчина, он мог бы сам, сам прийти к какой-то такой вот своей форме, да, форме реализации этого. Но вы же говорите о предмете, то есть, пополнение семейного бюджета, да, это выглядит просто как взнос в общую копилку. Вот. Может быть, это неплохо, но, еще раз повторю, это финансовые отношения, то, о чем вы говорите, не духовные, не эмоциональные. И это проблема. Упрекают, что у него сняли от добро до вступления в брак. Я так понимаю, что его обижают недовольство от сложившейся ситуации, когда на коммунальные у него нет денег. Его обижает ваше недовольство. То есть, его задевает то, что вы недовольны тем, что у него нет денег. Что означает, что его задевает то, что у него нет денег. Что означает то, что мужчина не очень доверен в себе. Что означает то, что мужчина не очень способен распоряжаться своими деньгами и расставить адекватные приоритеты. Что означает, что мужчина не совсем зрел или не хочет просто для вас что-то делать. Что означает, что вы ранее брали вероятно на себя ту часть ответственности, которую не хочет нести он и которую вы тоже не хотите нести. Вникальный вопрос, зачем? Ради чего? Обседали это год назад, пообещал выдавать небольшие суммы, хватило его на месяц. Ну, как-то, знаете, странно. Опять же, да, обещал выдавать суммы, что значит выдавать суммы, что значит хватило на месяц. То есть, один раз получается или что? Ну, тут странный очень момент. Опять же, идет фиксация на финансах, а не на духовной истории, не на выражение своих желаний, своих чувств. То есть, есть попытка принуждения какая-то с вашей стороны. Прекратилось, сейчас даже речи не ведет, что платить собирается, а обложен опять же. То есть, видите, у вас опять идет какая-то фиксация на деньгах. Сейчас мы разъехались, он говорит, что к разводу готов, при этом ежедневно напоминает о себе, обреки, чередуя с профессиональными в любви и воспоминаниями, как хорошо нам было вместо. Ну, мужчина, очевидно, сам не знает чего хочет, но есть конфликт. Но если он манипулирует, то я не думаю, что манипулирует вами осознанно, я думаю, что это такое несознательное поведение в большей степени. Такое поведение воспринимает, как манипулируется, нежелание обратно за себя ответственность за семью. Да, это правда, он на семью не хочет брать, не хочет брать ответственность за семью, это правда. Но проблема в том, что нельзя с точки зрения человеческого восприятия сравнивать пополнение семейного бюджета и ответственность за семью. Потому что ответственность за семью каждый может понимать по-разному. И главное, чтобы желания человека были удовлетворены, а не чтобы семейный бюджет пополнялся. Поэтому здесь опять же есть проблема в восприятии отношений у вас, они денежные по расчету или духовные, эмоциональные. Потому что это очень разные вещи и разный подход. С людям в каждой из этих ситуаций. Есть ли шанс, есть ли шанс, что он признает справедливость моих претензий? Я вам уже сказал. Жить в скандалах не наело. Ну, в скандалах участвует в том числе и вы, и вы можете вкладывать в скандалы, вы ответственны за скандалы. Так же, поэтому я думаю, что с вашей ответственностью в первую очередь нужно разобраться. Не скандалили бы вы, не было бы скандала. А так я рекомендую вам почитать про психологическую игру с одноименным названием. Скандал. Дальше, тащить на себе взрослого мужика тоже. Ну, опять же, это был ваш выбор и все то, что я говорил. Развод в такой ситуации единственный выход? Нет, не единственный выход. Такой ситуации может помочь в том числе и ваш личностный рост и оптимизация ресурсов на устраивание тех отношений, которых вы хотите. В соответствии с тем, что вы чувствуете к человеку, в соответствии с тем, что вы ощущаете, в соответствии с тем, что вы хотите. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Удачи. Продолжение следует...